Ритуал встречи Бога-богатства. Это очень известный ритуал, который проводится в новогоднюю ночь по китайскому лунному календарю. Считается, что именно в эту ночь с одной из сторон света к нам приходит Бог-богатства, и если его попросить, он подарит нам изобилие, процветание и материальные блага, о которых мы могли только мечтать. Вы на канале Magic Life, я Ольга Скляр, и со мной исполняются желания. Ставьте сердечки в комментариях для энергообмена и поддержания баланса во Вселенной. Для Вселенной этот баланс главнее всего. И, конечно, подписывайтесь на канал. Чтобы пришло что-то новое, нужно освободить для него место. Обязательно проведите уборку в доме с солью и маслом лайма до 22 января 2023 года, потому что в 2023 году с 22 января и до 4 февраля нельзя убираться в доме. Считается, что таким образом вы вымываете удачу и процветание из вашего дома. Ну и, конечно же, самое время сделать энергетическую чистку девятью апельсинами. Подсказка появилась в верхнем правом углу. Обязательно посмотрите это видео. Сделайте хоть что-нибудь перед этими волшебными по энергетике днями, и вы реально увидите, как работают энергии на ваше благо. Итак, встречаем Бога-богатство. В 2023 году эта ночь с 21 на 22 января. Бог богатства приходит в час быка. Это с часу до трех часов ночи с востока. Время указано солнечное. Переводите его для своего города. Например, для Москвы это плюс 32 минуты. Это значит, что жители столицы России будут встречать Бога-богатство в промежутке с часу ночи 32 минут и до трех часов ночи 32 минут. Есть несколько вариантов и версий данного ритуала. Но я поделюсь, пожалуй, самой известной версией, которой неоднократно пользовалась сама. В этом году я очень рекомендую провести сначала ритуал, а потом уже начать делать свою карту желаний. Писать 108 желаний. Обязательно пропишите 10 целей на год. Вазу богатства. Все, что угодно. Эта ночь особенная. В эту ночь энергии вокруг очень сильные. Их обязательно нужно использовать. Просто лечь спать – плохая идея. Вы потеряете сильнейший заряд энергии. Но если сон все же победит, это не страшно. Можно провести ритуал в течение всего дня 22 января, выбрав хороший час. Но в таком случае он уже будет не таким мощным, однако все равно работающим. Итак, самое лучшее время для ритуала – это час быка. Очень важно. В часы дракона с 7 до 9, часы петуха с 17 до 19 ритуал выполнять не рекомендуется. А также нельзя проводить ритуал, рожденным в годы дракона и собаки. Этим людям проводить ритуал нельзя от слова совсем. Проведение ритуала может вызвать проблемы. Если в вашей семье есть драконы или собаки, которые проживают с вами в одной квартире, в одном доме, то также воздержитесь от проведения ритуала. Я делала этот ритуал много раз в своей жизни. И сказать, что я в восторге – не сказать ничего. Возможности просто валились на голову. Однако последние несколько лет мне нельзя было проводить ритуал. Я очень переживала, но всегда делала другие практики. За счет этого моя жизнь продолжает процветать. Проводите ритуал в любом секторе. Желательно в гостиной в центре дома. Бога богатства разместить необходимо спиной на восток и лицом на запад. В классике ритуал проводится во дворе вашего дома. Но в классике в Китае на улице гораздо теплее. Ритуал можно проводить только в жилом доме. То есть, если вы недавно купили квартиру и там еще не живете, нельзя туда прийти, сделать ритуал и уйти. Это не будет работать. Итак, для ритуала вам понадобится. Не пугайтесь сразу, всегда есть нюансы. Бог богатства. Можно использовать изображение бога богатства. Но я рекомендую использовать фигурку. Это работает намного сильнее. Лучше всего найти бога Цай Шэнь Е, сидящего на тигре. Свечи. Лучше всего 18 штук. Минимум 8. Я использую тонкие восковые свечи разных цветов. Золотые, зеленые и красные. Аромопалочки. Благовония. Желательно, чтобы их было также 18, но можно и 3. Если у вас есть аллергия на благовония, их можно не зажигать, но поставить. Дальше вам потребуется 5 видов фруктов. Груши, ананас, бананы, апельсины, персик. Можно использовать консервированные. Если именно эти фрукты найти не получается, попробуйте использовать другие. Три вида мучных сладостей. Например, пирожные, печеньки, кексы. Если вы их испечете сами, то это будет еще лучше, потому что вложите свою энергию. Я не готовлю, а просто покупаю. Самые красивые и вкусные. Далее финики. Изюм, чернослив. Грибы. Сухие, консервированные, живые. Не нужно много, по чуть-чуть. Фэншуй – это символизм. Далее вам потребуется 6 вегетарианских блюд. Что касается любой посуды для божеств, в которой мы делаем подношение. Это должна быть специально для них купленная посуда, из которой вы сами, члены вашей семьи, никто не ест и не пьет. После 6 вегетарианских блюд, если вы их не можете приготовить сами, можно заказать в ресторане. Далее аксессуары богатства. Можно использовать монетки, золотые слитки, горшок богатства, китайские монетки, фигурки хатэ, трехлапую жабу, или же просто денежные купюры. Фэншуй – это символизм. Я очень люблю ставить шкатулку с ювелирными украшениями, которые ношу. Почему, вы узнаете чуть позже. Также, если у вас есть ваши карты желаний, вазу богатства, их также можно зарядить на этом столе. Вам потребуется 6 чашечек с зеленым чаем. Лучше всего использовать специальные стеклянные пялочки, но вполне подойдут обычные рюмочки. Главное, чтобы люди ими до этого не пользовались. 6 чашек с белым вином. Стол, на котором будете проводить ритуал. Перед ритуалом стол нужно будет помыть влажной салфеткой. Ароматическую бумагу или сувенирные деньги, которые мы будем сжигать во время ритуала. Можно купить имитацию долларов, евро, франков, или их можно просто распечатать. В Поднебесной, во время встречи лунного Нового года, китайцы в большом количестве используют специальные купюры загробного банка и банкноты небесной канцелярии, сжигая их целыми пачками. Это своеобразная взятка потустороннему миру. Китайцы верят, что в канун лунного Нового года деньгами загробного банка они могут оплатить путешествие божества, домашнего очага, ко двору нефритового императора, чтобы тот доложил о состоянии семейных дел, кто в чем нуждается и о чем просит. Человек должен искать ингредиенты и на поиск тратить свою энергию. Тогда все работает по максимуму. А также вам потребуется желтая или золотая бумага для желаний. На этих листах мы будем писать желания и отправлять их высшим силам. Важные моменты при работе с желаниями. С желаниями необходимо писать только материальные, связанные с деньгами и богатством. Желания мы пишем только за себя, то есть каждый член семьи должен писать свои желания сам. Конечно же, все правила по формулировке желаний мы соблюдаем. Они подробно описаны в видео «108 желаний». Наверху у вас снова появилась подсказка. Правый верхний угол, пожалуйста, переходите, смотрите. Далее. На одном листе может быть только одно желание. И максимальное количество желаний на каждого человека – 8. На каждом листике обязательно нужно написать свои фамилию, имя, отчество, ваш адрес и возраст, количество ваших полных лет без округлений. Важно ли соблюдать именно эти ингредиенты? По правилам ритуала – да, это классика. Но что касается угощений и подношений, тут есть нюансы. Ведь для многих людей приобрести все то, что указано выше, не всегда предоставляется возможным. Однако это не повод не проводить ритуал. Бог богат, но будет рад любому угощению. Да и если миллионы людей будут кормить его изюмом и рисом, представьте, как он обрадуется вашему нестандартному угощению. На самом деле, главное не ингредиенты, а ваше намерение, внимание и забота. Любой ритуал нужно пропускать через свое сердце и делать то, что отзывается у вас внутри. Конечно же, нужно стараться собрать все ингредиенты по списку, но стоит обязательно посмотреть на свои возможности. Ритуал встречи бога богатства. Обязательно перед проведением ритуала нужно принять душ. Причем, если вы проводите ритуал всей семьей, то нужно принять душ всем участникам. Будет очень благоприятно одеть на себя что-то желтое. Это может быть просто какой-либо аксессуар. После принятия душа 15-20 минут нужно посвятить молитве, мантрам, медитацию, общению с высшими силами. Можете в этот момент просто благодарить Вселенную за все, что у вас есть. Далее необходимо застелить стол. Самый лучший вариант – застелить его красной скатертью или красной тканью. Идеально, если она у вас будет новой. Затем мы накрываем стол, выставляя на него все принадлежности – свечи, благовония, еду, чай, вино. Отключаем яркий свет. Если есть такая возможность, то во время проведения ритуала лучше включить весь свет в доме или хотя бы в той комнате, где вы проводите ритуал. А теперь самое интересное – расслабьтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов и мысленно пригласите в свой дом высших сил. Пригласите в свой дом и в свою жизнь Бога богатства. Во время приглашения важно поворачиваться лицом в разные стороны света и произносить слова приветствия в произвольной форме. Если вы любите мантры, то, поворачиваясь в разные стороны света, можно повторять мантру «Намо-курубья, намо-буддая, намо-дхармая, намо-сангая» три или девять раз. Для особо ответственных 108 – сакральное число. Эта мантра-прибежище призывает на помощь всех Будд со всех сторон света и переводится как «Ищу прибежище в Гуру, ищу прибежище в Будде, ищу прибежище в Дхарме, ищу прибежище в Санхе». Продвинутые во время простирания таких матор могут делать простирание. Здесь важно не количество, а качество. Главное – искренний посыл. Нужна не точность, а личное восприятие, радостное, волнительное состояние. Вы принимаете энергию процветания, которая для китайцев предстает в образе божества-богатства. Относитесь к этому именно так. Затем поворачиваемся на восток лицом и приветствуем Бога-богатства. Размещаем фигурку или изображение Бога на стол спиной на восток. После того, как вы это сделаете, разожгите по три свечи и три аромопалочки, если есть по обе стороны от Бога-богатства, и вновь произнесите приглашение, поворачиваясь в разные стороны света. При этом необходимо громко и четко проговорить свой адрес. Действительно, Богам же нужно знать, куда идти. Напишите на листочках свои желания, лучше всего красной ручкой, и поместите их на стол рядом с Богом-богатства. Рядом поместите символы денег и сами деньги. Подождите 10 минут, помедитируйте. Представьте, что ваши желания исполнились. Зажгите остальные свечи и аромопалочки, не важно, где и как на столе они стоят, и попросите у высших сил поддержки для всех членов вашей семьи, здоровья, успехов, процветания, богатства, денег, любви, гармонии, в общем, всего того, что вам сейчас необходимо. Откройте все окна и входную дверь. Пусть энергия богатства войдет в ваш дом. Но нужно быть благоразумным, не забывать о технике безопасности. Нам совсем не нужно, чтобы кто-либо заболел или в распахнутую дверь кто-то к вам заглянул. Поэтому достаточно будет просто приоткрыть на время несколько окон и также дверь. Выйдите из дома на улицу или на вашу площадку в подъезде, оставляя дверь в квартиру открытой. В классике нужно отойти от входной двери на 3, 8, 13, 23, 33, 18 или 28 шагов. Может быть, даже 38, если позволяет площадь. Там мы сжигаем свои желания, имитацию денег. Если с прошлого года у вас осталось изображение бога богатства, его мы тоже сжигаем. Разумеется, это относится только к изображению на бумаге. Фигурку бога богатства мы не сжигаем, а используем из года в год. Он накапливает на себе благоприятную энергию. Однако в конце года полезно ее очищать. За несколько дней до ритуала разместите ее в соль на 2-3 дня или же омойте в шафрановой воде накануне. Затем, после сожжения желаний, денег, возвращаемся домой. Благодарим высшие силы за помощь. Когда свечи сгорели или потухли, их остатки выбрасывать не нужно. Мы складываем их в специальную коробочку и оставляем в доме примерно на 3 месяца. Затем можно отправить в текущую воду или закопать под плодоносящим деревом и засыпать сверху медом или сахаром. Всю еду на столике мы убираем через сутки с момента проведения ритуала. Есть ее категорически нельзя. Она уже принадлежит тонкому миру. И если вы начнете что-то забирать, то испортите свою удачу. Очень сильно. Лучше накормите птиц или же просто выбросите. Символы денег, которые вы размещали, теперь являются мощными артефактами для привлечения богатства. Положите их в сейф, в кошелек, в банковскую ячейку, разместите в своем денежном секторе. Что касается украшений, ювелирных изделий, теперь они являются артефактом, притягивающим богатство и будут притягивать к вам еще большее богатство. Затем бога богатства мы разместим на почетное место спиной на восток. Когда вы будете его переносить, опять же важно сделать 3, 18, 23, 13, 33, 18 или 28 шагов от стола до его места жительства. Конечно же, место должно быть почетным и видным. Нельзя размещать бога богатство в шкаф или кладовку. В течение года обращайтесь с богом богатства, делайте ему подношения, зажигайте около него свечи. Можно давать ему денежки и сладости. Ритуал хоть и сложный, но мега сильный. Я очень рекомендую вам его сделать, и это коренным образом изменит вашу удачу. Ритуал лучше всего проводить именно по той схеме, которую вы сейчас услышали. Однако, если что-то выполнить у вас не получается, вы не можете собрать ингредиенты. Делайте ритуал так, как можете. Лучше сделать хотя бы что-то из ритуала, чем не делать его вообще. Если вы не можете сделать ритуал встречи бога богатству, то есть еще один ритуал, который помогает привлечь энергии процветания, богатства и изобилия в ваш дом. В ночь с 22 января, сразу после полуночи, разместите на входной двери символ богатства и иероглифу. Лучше всего его разместить снаружи дома, но если вас не поймут соседи, тогда можно и внутри. Размещать символ лучше всего на уровне сердца самого высокого члена семьи. Иероглиф должен висеть на двери до 5 февраля. После этого времени его можно снять и убрать в укромное место дома до конца года. Кто желает, может оставить висеть на двери. Через год его нужно будет сжечь и заменить новым. Хороших вам ритуалов и поддержки божеств. Обязательно в этот волшебный период встречайте бога богатства, делайте обряды, ритуалы, практики, пишите цели, мечты и обязательно создавайте карту желаний. Благодарю вас за просмотр!